МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости христианского мира в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Ролик «Отче наш» запрещен к показу в кинозалах Британии. В Англии избили христианина за отказ от ислама. Древнегреческий папирус Нового Завета обнаружили на аукционе eBay. Англиканская церковь огорчена и озадачена отказом крупнейших сетевых кинотеатров Британии показывать рекламный ролик, в котором разные люди произносят слова молитвы «Отче наш», сообщает BBC. В воскресенье три крупнейшие киносети запретили показывать на своих площадках ролик, объяснив это тем, что он может оскорбить некоторых зрителей. Агентство, занимающееся размещением ролика, заявило, что он может оскорбить чувства приверженцев другой веры, а также неверующих. В отклоненном от показа ролике разные люди читали и пели «Отче наш». Среди них есть беженцы, штангисты в тренажерном зале, сын, скорбящий о матери, госпел-хор, пастух, дети в школе, а также архиепископ Кентерберийский преподобный Джастин Уэлби. Ролик, промоутирующий христианский сайт, должен был демонстрироваться в кинотеатрах по всей стране перед Рождеством, перед началом показа новой серии «Звездных войн». Духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский ответил на это, что общественности нужно дать возможность решать самостоятельно, а не диктовать решения, подвергнутые цензуре. «Это видео не более оскорбительное, чем празднование Рождества или праздничная рождественская служба в храме», заявил архиепископ. В Великобритании неизвестность жестоко избили бывшего мусульманина, обратившегося ко Христу почти 20 лет назад, сообщает христианский портал Invictory со ссылкой на Christian Today. 49-летний Ниссар Хусейн обратился ко Христу еще в 1996 году. Несколько лет спустя вышел в свет документальный фильм с участием Ниссара и его семьи, в котором рассказывалось о нетерпимом отношении мусульман к тем, кто перешел в христианство. После этого фильма из-за нападений и угроз Ниссару с семьей пришлось долгое время пользоваться услугами охраны и даже поменять место жительства. Но на днях Ниссара Хусейна жестоко избили прямо возле дома. Нападавшие поджидали его в припаркованном возле дома автомобиле. Все подробности произошедшего зафиксировала камера, установленная на доме Ниссара. Нападавшие скрылись, как только на помощь пострадавшему прибежали соседи. 49-летний отец шестерых детей получил несколько переломов и находится в больнице. Полиция заявила, что это было не случайное, а целенаправленное нападение и начала расследование. Подобные случаи нередко. В СМИ то и дело появляются сообщения об угрозах и нападениях на бывших мусульман, перешедших в христианство. Специалист по эпохе и раннего христианства из Университета Техаса Джеффри Смит обнаружил на сайте интернет-аукциона eBay выставленный на продажу фрагмент древнегреческого папируса Евангелия Теана, сообщает в New York Times. Ученый заметил культурный объект в январе прошлого года. Стартовая цена лота составляла всего 99 долларов. «Я подумал, нельзя допустить, чтобы его продали на eBay. Он сразу исчезнет в частной коллекции», – вспоминает Смит. Ученый связался с продавцом и смог убедить его убрать объявление о продаже артефакта, предоставив эксперту возможность изучить его. На фрагменте папируса размером с пластиковую карточку, который Джеффри Смит датировал периодом между 250 и 350 годом, содержится около шести строк Евангелия Теана – с одной стороны и несколько строчек текста на другой. Если анализ окажется верным, то этот текст станет единственным известным греческим источником Нового Завета, оформленным не в виде свитка, как это было принято у евреев, а в форме кодекса. Служители Русской протестантской церкви в Лос-Анджелесе, пастор Алекс Прокопчик, накануне Дня Благодарения посетили колонию для подростков и молодежи, сообщает христианский портал Инвиктори. Раз в год руководство колонии разрешает церквям посещать заключенных. «Мы заранее готовимся к поездке, собираем деньги, привозим еду, служим, играем с заключенными в разные игры и общаемся», – рассказал пастор Алекс. «В колонии есть люди, которые будут сидеть по 30 лет, пока в этой, потом, после 18 лет, перейдут во взрослую тюрьму. И важно с этим слово. Что удивительно, молодежь, которая сидит у головники, спасается, и в пришествии Христа, я уверен, они будут вознесенными, но на свободе они, к сожалению, жить не научены», – отметил пастор. В прошлом году во время такой поездки служителям церкви удалось пообщаться с 50 заключенными, 8 из которых приняли Христа. На этом у меня все. Смотрите больше новостей в нашем эфире. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»